Какими свойствами обладает кофе? Когда лучше пить кофе? Кому совсем никогда не надо пить кофе? Смотрите видео до конца и узнаете, когда полезнее всего пить кофе. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Кофе – это любимый напиток большинства людей. Его приготавливают из измельченных плодов кофейного дерева. Пьют кофе с различными добавками, такими как молоко, сахар, сливки, корица, перец. Заваривают перемолотые зерна и варят их в турке. Употребляют растворимые гранулы. Какую же пользу приносит этот напиток? Кофе оказывает положительное воздействие на организм и обладает следующими свойствами. Кофе содержит кофеин, который стимулирует организм, повышает общий тонус и артериальное давление. Оказывает положительное воздействие на пищеварение. Способствует активации желудочных ферментов. Обладает желчегонным действием. Снимает спазмы желчного пузыря и расширяет желчные протоки. Делает желч менее густой. Расширяет сосуды, что позволяет улучшать кровоснабжение тканей. Повышает интенсивность метаболизма. Какие правила употребления кофе? Для того, чтобы напиток оказывал только положительное действие, следует выполнять следующие правила. Не употреблять кофе натощак, чтобы он не оказывал раздражающее действие на желудок. Не стоит пить кофе во время беременности. Потому что возможно повышение тонуса матки, развитие аллергии, снижение гемоглобина. Кофе не употребляют в период кормления грудью, потому что кофеин возбуждает нервную систему ребенка. Раздражает желудочно-кишечный тракт малыша, может приводить к запорам. Не давать напиток детям моложе 12 лет, потому что у маленьких детей нестабильная нервная система. Не использовать напиток по вечерам, потому что вызывает возбуждение нервной системы бессонницу. В какое время лучше всего пить кофе? Для того, чтобы кофе оказывал положительное действие, пить его надо в утренние часы, но не сразу после пробуждения, а через 2-2,5 часа после того, как встали с кровати утром. Кофеин стимулирует синтез кортизола, который после пробуждения и так повышается. Поэтому длительность его воздействия, бодрость и хорошее настроение могут снизиться вместе со снижением стимулируемого кофе гормона. Если употреблять кофе через 2 часа после того, как проснулись, то концентрация кортизола в организме сохранится на высоком уровне более длительное время. А это может повысить общий тонус, улучшит возможности работы головного мозга. Оптимально полезно употреблять кофе в 10-11 часов утра. Именно в это время уже снижается уровень собственного кортизола и требуется стимулятор для поддержания гормона на должном уровне. Таким стимулятором является кофе. Уровень собственного кортизола повышается в организме в 8-9 часов утра, в 12-13 часов дня, в 17-18 часов вечера. В это время лучше отказаться от употребления кофе, а пить его спустя час-два после того, как пройдет период собственного повышения гормона. Сколько кофе можно пить в день? Употреблять кофе в неограниченном количестве нельзя. За день можно выпить максимум 2-3 чашки бодрящего напитка. Кому не стоит вообще пить кофе? Учитывая свойства напитка, его противопоказано употреблять в следующих случаях. При стойком повышении артериального давления, симптомах сердечной недостаточности. При повышении активности работы щитовидной железы, гипертиреозе, тиреотоксикозе. Если имеется заболевание вен, варикоз сосудов нижних конечностей. При различных неврологических расстройствах, неврозах. Таким образом, самым полезным временем для употребления кофе является первая половина дня, спустя 2 часа после того, как проснулись и после завтрака. Кофе следует выпивать через 30-40 минут после еды. Если у вас нет противопоказаний, то пить бодрящий напиток можно и нужно. Только не забывайте о правилах его употребления. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!